Всем привет! За окном ужасно пасмурная погода, лежит снег, льет дождь, серое небо, в квартире ужасно темно, и я решила, что сейчас у меня наконец-то появилось время и желание поснимать новые видео. Встреча 2018 года для меня была по-настоящему удивительная. К нам в гости в Петербург приехали мои родители, и мы невероятно здорово проводили время вместе, было так весело, такая настоящая радость в перемешку с детством и взрослостью, и это было, правда, обалденно. И весь январь я находилась в состоянии вот этой эйфории от прошедших праздников, меня переполняли и эмоции, и счастье, и радость. И на основе этого я хочу затронуть следующую тему. Когда на работе мне задавали вопрос, ну как Новый год, как у тебя дела, как приезд родителей, или знакомые о чем-то спрашивали, даже некоторые друзья, и я отвечала о том, как все замечательно, как я счастлива, и насколько все было здорово, и что это лучший Новый год в моей жизни и так далее, люди реагировали непонимающе. Я столкнулась с новой для меня позицией о том, что прямым текстом мне было сказано про то, что как можно, будучи взрослым человеком, мне 24 года, комфортно и радостно проводить время с родителями, то есть как вообще можно с ними контактировать без напряжения, без непонимания. Следующий момент – это же Новый год, это стресс, это организация праздника, это трата денег, подарки, не отдохнуть, все в суматохе. Как так? Ну и последний момент от таких разговоров – это после выслушивания какой-то моей истории, моих вот этих впечатлений, люди в ответ выдавали нытье, то есть какие-то жалобы, какие-то недовольства, абсолютно никак не делясь и не подчеркивая, не акцентируя внимание на положительных, на счастливых моментах своих воспоминаний. И ведь дело не конкретно в праздновании Нового года, здесь просто речь о жизни и восприятии ее. С каких пор стало ненормально любить родителей и с наслаждением и весельем проводить с ними время? Я прекрасно понимаю, что у всех все по-разному, разные ситуации и внутри семьи, и разные взаимоотношения, там разные судьбы жизни и прочее, но сам факт, когда к тебе в гости приезжают родственники и вообще родные люди, люди, с которыми ты в детстве, которые с тобой всю жизнь, как можно быть недовольным чем-то? И даже если есть такие моменты, моменты, из-за которых можно от чего-то раздражаться, но ведь они не важны, ведь не это важно. Важно, что вы вместе сейчас. Для меня нормально и скучать по родителям, и испытывать настоящее душевное тепло, любовь и радость, когда они рядом со мной. И я не хочу и не буду испытывать какой-то стыд за свои эмоции и за мою искренность в их проявлении, и за прямые ответы на вопросы, как у тебя дела и прочее. То есть, если мне хорошо, если я действительно чувствую счастье, я не буду молчать об этом, чтобы там сглазить, не дай бог, или еще что-то. Нет, я буду это выражать, я буду этим делиться, потому что это правильно и здорово для психики, в отличие от нытья, жалоб и постоянной концентрации на каких-то негативных моментах, там, рутинных моментах жизни. Скажу сейчас довольно избитую вещь, но, действительно, счастье это наш выбор. Так же, как и вот искренность, или так же, как и обида, злоба, какое-то недовольство чем-то. Это все выбор человека. Поэтому, если вы радуетесь, будучи взрослым, как ребенок, не стесняйтесь этого. Если вам хорошо, если вы всем довольны, то не стесняйтесь об этом говорить. Представьте на секундочку, что существует группа людей, и они все ноют, им плохо, они жалуются на все. Вот один получил какое-то удовольствие в жизни, ощутил, что такое счастье, рассказал об этом другим, не стал втихую получать удовольствие, а просто такой, вот так можно. Состояние души, при котором мне хорошо, возможно. Потом второй попробовал, потом третий, остальные продолжают ныть, и вот так и так, пока не останется один вот этот нытик. И вот он останется, один нытик в окружении счастливых людей, и у него не будет пути другого, кроме как научиться тоже получать удовольствие от жизни и концентрироваться на хороших, на положительных моментах. И я понимаю, что мои рассуждения достаточно наивны, потому что есть такая вещь, как зависть. Все равно идея и посыл этого видео остаются в силе. Не стесняйтесь себя, своих эмоций и чувств. Быть счастливым, испытывать радость и делиться ею – это нормально. Любить родителей и семью – это тоже нормально. И устраивать свою жизнь так, чтобы она приносила вам радость, и вам не хотелось ни на что жаловаться и мучиться, страдать и выживать – это тоже нормально и правильно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok